как вы стали моделью ну опять же вот я говорила у меня случай случай моей жизни играю такую роль огромную я уже после института работала управление культуры горосполкома в обеденный перерыв вы молодые не знаете где сейчас примаре это я знаю конечно управление культуры я еще помню вот да я просто обеденный перерыв там вышла вот в этом на пятачке там и ко мне подошла женщина и предложила поработать моделью манекенщицей тогда это был еще дом моделей на фронзы старое здание было это буквально квартал ниже от управления культуры я уже работаю мне не нужно работать ну пожалуйста приходите посмотрите я пришла посмотрела я перешла туда работать уже полностью моделью демонстратором одежды потом искусствоведом потом директором режиссером художественным руководителем театра моды престиж это уже все в центре моды но случай на улице как выглядела вот жизни моделей в советском союзе терзали себя диетами или были другие стандарты я тебе могу сказать такую вещь ты знаешь нет как-то но опиху мы были молодые нам как-то было все это демонстратор одежды что это такое это полный рабочий день зарплатой хороший да почему говорили что не очень-то хорошая зарплата была хорошая да кто говорил расскажи покажу вот в кино показывали нет как мне тогда говорили что я получала больше центра генерального секретаря центрального комитета комитетической партии молдавии то есть ты могла себе позволили на меня очень много шили ностальгия бывает ностальгия до ностальгия но и желание ты знаешь это было совершенно уникальное братство творческое то чего сейчас мне не хватает вот этого не хватает это совершенно когда легко вот идея возникла и как работал престиж ну ребята так до сих пор вот с тех пор я не видела чтобы работали история театра моды престиж начинается в 1988 году с группы молодых моделей под руководством стилиста валентины радченко в игре света и звуков они смогли доказать что встречают по одежке а провожают по таланту они были первыми во всем советском пространстве кому удалось преобразить показ одежды в настоящий спектакль в иностранной прессе писали что во время одного из показов за границей им аплодировал знаменитый французский дизайнер паку раббан театр показывал спектакли в германии болгарии и румынии сотрудничал с такими исполнителями как габриел катабице маргаретта ивануш анастасия лазарек и светлана фрумусаки и только на спектаклях театра престиж можно было увидеть иона суручану в образе майкла джексона фредди мэркюри и хулио иглесиаса и и и и и Кишиневский центр моды прекратил свою деятельность в тяжелые 90-е. Море одежды из Китая и Турции вытеснило продукцию местного производителя из гардероба людей. Последовал распад труппы театра «Престиж». Спустя почти два десятилетия школа моделей «Престиж» стала логическим продолжением судьбы театра мод. То, что на мне находится, мне должно это нравиться. Что бы на мне ни было, я должна показать это так, как будто это лучшее, что я когда-либо одевала. Я считаю, что очень хорошо показывать мужскую одежду, как она выглядит в самом деле, потому что есть много дизайнеров, которые действительно шьют красивую одежду. За всей этой красотой прячется огромный труд, ответственность и самоотдача. Над образом девушек работает команда профессионалов под руководством Валентины Радченко. Я стараюсь задавать такие задачи, которые смогут открыть ребят и девчат в движении. Многие из них мечтают попасть в известные дома мод во Франции и Италии или на обложке глянцевых журналов. Ты показываешь коллекцию и не важно, нравится тебе она или не нравится, тебе надо быть в этой одежде королевой. Вот что значит быть моделью. А если посмотреть на модели наших дней, есть... Михаила, дело в том, что если называть модельный бизнес, это работа моделей... Как выглядит модельный бизнес в Молдове сейчас? Значит, модельный бизнес, нельзя говорить о нем, говоря только о работе манекенщиц или говоря только о работе дизайнеров. Я считаю, что модельного бизнеса в Молдавии нет. Валентина, мы не смогли устоять, не воспользоваться тем, что ты пришла к нам сюда, в дом. Поэтому в жизни и в гардеробе всех женщин есть вещи, которые вот они... Ну, хочется выбросить иногда, но нельзя. Вот, и мы хотим тебя, так сказать, чтобы ты посмотрела своим дизайнерским, стилистическим, дизайнерским взглядом на эти вещи и сказала нам, что надо оставить и все-таки что выбросить один раз. Да. Вот. Согласна. Показывай. Ну, вот, например, этот такой пиджак. Я не уверена, что он вообще идет в моде сейчас. Значит, дело в том, что это классический пиджак, но вот этот пиджак лучше носить не как классический, а как креативно-джинсовый стиль, дополненный вот таким пиджаком. Слегка закатанные за рукава, из-под них голая рука с браслетами, неважно, джинсы яркий, контрастный, топ по цвету, шарф брошенный здесь. То есть это креативно. Вещь, которая из классической должна стать креативной. Вот тогда он зазвучит. Можно его оставить так? Конечно. Конечно. Ну, а вот этот пиджачок, он такой, мне кажется, что он немножечко слишком... Значит, этот пиджачок, это такой, если ты сделаешь из него, как тебе сказать, комплект в этно-стиле, в таком легком навеянном этно-стиле, когда здесь будет маленькая юбка-карандаш цвета одного из цветов, которые есть в вышивке. Еще один цвет, который есть в вышивке, будет здесь топ или шарф, или что-то такое. И вот тогда зазвучит этот пиджак. Он должен быть акцентом в комплекте. Ну вот, а если посмотреть на вот такие платьица, которые были в прошлом году, очень, не очень такие в моде, я бы ее бросила бы все-таки. Вот это платье оставь и даже через 40 лет передавай как фамильное. Да, оно красиво. Вот это однозначно. Не сомневайся. Вот это фамильная драгоценность, которую ты можешь, это натуральные ткани. Это очень красивая вышивка. И вот здесь ремни тонкие, толстые, рыжие, черные, темно-синие, лаковые, матовые. Михаила, вот этому цены нет. Все, это идет. Вот этому цены нет. И что мы еще выбрасываем? Мне кажется, что вот это платье обязательно надо выбрасывать. Ой, даже смотреть не надо. Последнее платье карандаш. Платье карандаш. Значит, это как бы тоже прошлый сезон. И тебе тоже. Да, но он повисит год, через год оденешь как новое. Я бы не выбрасывала вещь, которая может пригодиться просто. Хорошо. Валентин, давай со мной разбирайся. Вот, это я. Вот у меня такая юбка и вот такая вот юбка. Ну, это опять же, это шанелевская тема. Если есть с чем. Это на все времена. Да? Вот это выбрасывали. Вот это вот платье, вот от Рубер Боковали. Вот такое вот. Ну, это тоже прошлая жизнь. Да. Вот это вот тоже прошлая жизнь. Это прошлая жизнь, но это и будущая жизнь. Да. Солнце мое. Конечно. Вот это, это то маленькое. Дипчур. Маленькое черное платье, которое можешь, ну, тут надо проверять, что за длина у нас. Ну, так до колен, даже ниже чуть-чуть. Это на все времена. Да? Конечно. Так, это из той же темы. Я бы тебе сказала, это из тех вещей, которые быстро надоедают и больше не хочется одевать. Да. Вот и последнее тоже вот такое, вот коричневое такое вот, тоже не нравится. Не нравится. Нет, оно очень, для тебя оно простое. Да. Вот ты все, и опять же, значит, если здесь, ну, скажем, там, лайковые молочного цвета сапоги, из слоновой кости украшения. А, добавить что-то такое более изысканное. Понимаешь, да, потому что вот так это простое, и очень здорово можно его оформить. Я бы его оставила. Я бы его оставила. Вот. Вот. Спасибо. У тебя и у тебя, в общем-то, есть вечные вещи, которые не надо выбрасывать никогда. Смотри iShow и узнай, что сказала Валентина Радченко о стиле молдавских женщин. Элемент вульгарности легкой, немножко пашлинки. И как одела легендарного Давида Микеланджела. Торс очень красивый, ничего не одевала бы, но предположим.